Сегодня в выпуске. В Уфе из-за возгорания двигателя экстренно посадили самолёт. Будут ли россияне получать сим-карты ФСБ? В день болельщиков в Уфе вспомнили чемпионство Салавата Юлаева в 2008 году. И 1 сентября за парты сядут около 117 тысяч уфимских школьников. Враг-то, как говорится, не дремлет. Теперь россиян могут перевести на новые сим-карты, оснащённые сертифицированной ФСБ системой шифрования. Правда, для этого сотовым операторам придётся закупить дополнительное оборудование и заменить 260 миллионов сим-карт. Всё это делается, конечно, с заботой о безопасности российских абонентов. Новая система шифрования якобы сделает невозможными некоторые виды атак с целью получить доступ к данным абонентов. Предложение перейти на новую систему внесло, разумеется, Минкомсвязи, который, собственно, и создан для того, чтобы делать нашу жизнь лучше и безопаснее, а заодно и облегчить жизнь спецслужбам. Впрочем, исполнительный директор общества защиты интернета Михаил Климарёв сомневается, что дело в них. Ведь у них и так уже есть все средства для доступа к данным россиян. Цитирую. Это не потому, что они хотят кому-то плохо сделать, а просто такая глупая, никому не нужная инициатива. Чё ты сказал? Я... Чё... Повтори! Ты наслужишься этих? В интернете, наверное? Своего мнения-то вообще нет, да? Головой думать не умеешь! Кто же выиграет от этого закона? Журналисты Радио Свобода опросили экспертов, и те отметили, что в плюсе останутся российские производители. Например, Пао Макрон. А вот операторам связи снова придется раскошелиться, как и в случае с исполнением закона Яровой. Правда, платить за все это все равно придется нам с вами. Но чего ведь не сделаешь ради того, чтобы чувствовать себя в безопасности, верно? Пусть и придется раз в полгода стоять в очереди ФСБ за новой сим-картой. До начала нового учебного года осталось чуть более недели. 1 сентября за партой сядут около 117 тысяч уфимских школьников. Как рассказали в городской администрации, в этот день традиционно пройдут торжественные линейки. По времени, естественно, кто-то на час раньше, кто-то на час позже. Весь этот график на 1 сентября утвержден. Мы как раз готовимся к торжественному началу учебного года. В День знаний двери откроют 128 образовательных учреждений. Еще несколько находятся на стадии строительства или реконструкции. На днях специальные комиссии завершили проверку всех городских школ на готовность к учебному году. С начала августа месяца по 20 августа месяца у нас все районные комиссии принимали школы. Все общеобразовательные организации на сегодняшний день приняты и готовы к началу нового учебного года. Кроме того, чиновники говорят, что одна из основных задач во время учебного процесса – обеспечить безопасность школьников. По их мнению, для этого созданы необходимые условия. У нас все школы оснащены видеонаблюдением, а также турникетами. И вот эта основная часть безопасности полностью у нас организована к началу учебного года, все готово. Также в мэрии назвали слухом информацию о том, что родители получают из школ СМС, в которых говорится, что их ребенок без прививки от кори к учебе не будет допущен. СМСки такие родителям в школу отправлять не могут, потому что у школы у самих такой информации нет. Что они не будут принимать детей из школы. Нет, речь идет о детских садах. В этом году 1 сентября выпадает на субботу, а это значит, что многие родители смогут пойти с детьми на линейки. В День знаний первый школьный звонок прозвучит для 14 тысяч уфимских первоклассников. Рустам Нурешев, Анастасия Никишина, Городской телеканал ЮТВ. В преддверии начала учебного года в Управлении судебных приставов Республики прошла пресс-конференция, посвященная проблеме неуплаты алиментов. Мы перед началом учебного года проводим вот эту акцию «Собери ребенка в школу». Естественно, пытаясь каким-то образом все-таки помочь нашим неполным семьям, в которых родители по каким-то причинам разошлись, собрать ребенка в школу. Вот наше, одно из уважаемых изданий, недавно проводило такое исследование. Сколько все-таки требуется денег для того, чтобы собрать ребенка в школу в текущем году? Вы знаете, там цифры колябятся где-то от 15 до 18 тысяч рублей, да? Несмотря на то, что количество исполнительных производств именно по алиментным задолженностям составляет всего 2%, это одно из приоритетных социально направленных видов деятельности судебных приставов. Постепенно количество таких взысканий сокращается. За последнее время задолженности по алиментам в республике сократились в 2,8 миллиардов рублей, до 2,5. Связано это в первую очередь с изменением в законодательстве. Наверное, обоснованное и вполне справедливое ужесточение ответственности за неуплату алиментов. Появились в том числе и новые полномочия в плане ограничения немыщенных прав, это ограничение специальных прав, это возможность привлечения консервативной ответственности по статье 5.35.1, которых раньше у приставов не было. Теперь в Коапе добавили статьи, которые позволяют нам этих алиментщиков при возбуждении административных дел задерживать и доставлять суды для того, чтобы рассмотрели эти административные материалы. Помимо ограничений в праве выезда за границу, лишения водительского удостоверения, административного наказания и исправительных работ, злостному неплательщику алиментов грозит и реальный срок, если он в течение двух месяцев не совершал платежи. За текущий год в республике за решеткой оказалось уже 15 человек. Мы не хотим ни в коем случае применять какие-то полномочия по статье 157, хотя это необходимо по закону делать, в отношении тех рисков, которые уклонятся дальше от уплаты алиментов. И задача наша все-таки заставить человека платить алименты. А с 17 августа Управление судебных приставов республики и Почта России подписали соглашение. Теперь долг можно оплатить сразу почтальону, не тратя время на походы к приставу. Для того, чтобы осуществлять такую деятельность, почтальонов вооружили платежными терминалами. Понятно, что могут под эту систему где-то, наверное, и жулики попробовать поработать, но вы своих почтальонов знаете. Они не будут вам класть документы нашей службы в почтовые ящики. Они постараются до вас все-таки достучаться, чтобы вы были в курсе и в теме. И помогут вам расплатиться с этим долгом уже на месте. Марат Ганеев, Анастасия Никишина, городской телеканал ЮТВ. Море зеленого цвета, легендарные игроки, самые преданные фанаты. В этом году день болельщика хоккейного клуба «Салават Юлай» вышел далеко за пределы хоккейной коробки. Как это было в нашем сюжете. Эмилю всего 5 лет. На день болельщика его привел папа. Фанат хоккея со стажем. Сын в отличие от отца о золотой эпохе родной команды знает лишь по фотографиям и видео. На какой вид спорта лучший, отвечает, не задумываясь. Ну, самый памятный воспоминает, наверное, 2008 год и кубок Гагарина, конечно же. А хоккей? Почему мы любим хоккей? Скажи, Эмира. Потому что он самый любимый из всех спортов. На дне болельщика фанаты могли прикоснуться к истории. В холле у Фаарены золотой состав «Салавата Юлаева» представил чемпионский кубок. В 2008 году его первым поднял над своей головой капитан команды Владимир Антипов. Сегодня он снова вышел на лёд в составе золотой команды. Эмоции классные, конечно. В ходе прошло 10 лет, но такое ощущение, что это было вчера, мы всё помним. Спасибо большое болельщикам, что они нас помнят и не забывают. Хочется пожелать сегодняшней команде успехов в этом сезоне. Всё-таки добыть ещё один трофей для болельщиков для Уфы. Праздник на льду начался с поднятия стягов с фамилиями легендарных игроков прошлого. Сергей Девичерякова, Геннадий Заикина и Николай Энфёрова. Один из самых жёстких защитников в истории уфимского хоккея Сергей Девичеряков признаётся. У «Салавата Юлаева» всегда были особенные фанаты. За лето уфимцы соскучились по хоккею. На день болельщика пришло несколько тысяч фанатов. Им представили игровую форму этого сезона, новичков команды и показали мастер-шоу. В конкурсе на самый эффектный буллит уверенную победу одержал Линус Умар. Очередной день болельщика завершился дружеским поединком. Команда «Салават Юлаев» золотого состава против «Салавата Юлаева» 2018 года сборки. Здесь не было жёстких силовых приёмов, но была масса интересных моментов и красивых шайб. В этой игре победу одержал чемпионский состав «Салавата Юлаева». Завершился праздник кругом почёта, как 10 лет назад. Я здесь прожил несколько лет и просто вернуться обратно – это очень сильный импульс для меня. Просто видят, я здесь играл, да, я думаю, больше годов в моей жизни в хоккейной. Просто очень рад сюда приехал. Сегодняшний праздник, ну, наверное, дорогого стоит, ребят, потому что, я говорю, такой не забывается никогда, а когда ещё есть возможность встретиться вот этим, как говорится, с золотым составом. И пусть это в шуточной форме, пусть это какой-то там шуточный матч, но, по крайней мере, это общение. День болельщика очередной раз доказал, что Уфа смотрит, любит и болеет хоккеем. Подтверждение этому переполненная Уфа-арена. Андрей Шарыгин, Александр Кузнецов, городской телеканал ЮТВ. 19 августа в селе Толбазе открылся Центр помощи семье и детям Ярослава для матерей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Этот центр помогает решить одну из важнейших проблем, ведь на данный момент матерям без жилия детей просто не отдают. Если ситуация у женщины уже совсем кризисная, ей негде жить, у неё есть много нерешённых проблем, то мы уже открыли кризисный центр и решили это сделать именно в районе, потому что здесь и чистый воздух, здесь как-то поспокойнее с детишками можно погулять. Этот дом превратился в Центр помощи семье и детям Ярослава совсем недавно. Раньше здесь жила Ярослава Пегаль, мать добродетеля Дениса Пегаля, которому дом достался по наследству. Именно в её чести и назван центр. Как это ни странно, я начал вспоминать всю её жизнь, с самого детства. Я никогда не слышал от мамы про кого-то, чтобы она судачила, кого-то плохим словом называла. Даже если её кто-то обижал, она как-то вся такая, пройдёт, забудется. Поэтому она была уникальным человеком, очень светлым и чистым. И, наверное, если бы не её душа, которая, в принципе, направила на меня этот проект, мы бы никогда здесь тоже не стояли. Я знаю, что она видит то, что мы делаем, и очень радуется, потому что ей искренне очень нравилось делать добро. Она светилась, когда делала кому-то добро, кого-то угощала, просто помогала. Поэтому я думаю, что это всё делает она на самом деле. Мы просто этой ситуацией управляем. Ярослава Пегаль также изображена на логотипе центра. Сейчас уже виден результат трёх месяцев упорного труда. В центре предусмотрено всё, чтобы быть готовыми ко встрече семьи с детьми любого возраста. Уютные и чистые комнаты, просторная кухня и другие удобства. В нашем центре есть все условия для проживания мамы с малышом. И пеленальные столики, и детские игрушки, и кроватки. Всё раздвижное можно выправить на любой возраст ребёнка. Бывает так, что у женщины с четырьмя детьми может прийти. И мы постарались предусмотреть практически всё условия. Даже вот на этой кровати может проживать ребёнок-подросток. Это как диванчик. Все кровати у нас раздвижные, можно сделать из одной и две. И, соответственно, мы предусмотрели так, что дети очень любят двухъярусные кровати, как правило. И можно разместить и взрослого, и ребёнка помладше. Конечно, значение центра очень важно не только для села Толбазы, но и для всего районного центра. Потому что у нас появляются семьи, появляются женщины, которые оказываются в трудных жизненных ситуациях. Конечно, стороной администрации будет оказываться вся посильная помощь по организации, по развитию. Благословил добрые начинания епископ Салаватский Кумертауский Николай. Я хотел бы сказать, что вне зависимости веры, исповедания или национальности, здесь, в кризисном центре, могут пребывать матери с детьми любой национальности и любого вероисповедания. На данный момент в центре уже проживают две молодые мамы. Скажите, пожалуйста, как здесь условия? Вам нравится? Нравится, да. Хорошо. Кушать, готовить. Все помогает. Для гостей также был организован праздничный концерт и фуршет. Ну а пока продолжаются радостные события, еще несколько молодых матерей готовятся к приезду в центр. Алина Акчурина, Игорь Яковлев, городской телеканал ЮТВ. Здраво! Меня зовут Мерка Здравич. В начале августа 43-летняя Светлана из Волгограда попала в реанимацию с инсультом. Врачи прописали лекарства для тонизирования сосудов мозга. Сказали, мол, если его не принимать, следующий инсульт может стать смертельным. Старший сын Светланы обзванивал все аптеки Волгограда. И ответ лишь один. Извини, сынок, у нас больше нет лекарств. Тогда он начал обзванивать аптеки по всей России. Выяснилось, что таких таблеток попросту нет в стране. Срок регистрации кончился. И, казалось бы, ситуация безвыходная. Но младший сын Светланы, 13-летний Иван, взял ручку, листок бумаги и написал объявление. Уважаемые жильцы, просим вас не быть черствыми и равнодушными. Очень нужно лекарство. Помогите вылечить маму. Спасибо, Иван. Бывает нужно лишь 20 секунд отчаянной храбрости. Чтобы решиться на что-то, пусть даже со стыда сгоришь. Все равно ты будешь победителем. После этого одна из местных жительниц фотографировала и выложила трогательное объявление в социальную сеть, создав там группу для помощи мальчику. Сначала откликнулись лугоградцы, а позже люди с разных точек земного шара. Из Украины, Белоруссии, Израиля, Греции. Начали люди звонить и скидывать на этот телефон по 100 по 200 рублей. К 18 августа на банковской карте Светланы было 20 тысяч рублей. А кроме прочего, удалось найти три упаковки таблеток, которые люди доставали из личных аптечек. История растрогала сердца пользователей соцсетей. Одни писали, мол, в семье растет настоящий мужчина. Другие восхищались состраданию и поддержке. Они боятся думать, что мир можно изменить. Теперь я думаю, что мир не такой уж. А вот третий с грустью вздыхали. В такой большой стране только и можно разве что рассчитывать на помощь людей и смириться с бессилием государства. Ведь ни для кого не секрет, что лекарств в России не хватает. По данным аналитической компании DSM Group, около 10% нашего рынка лекарств ежегодно занимает американские препараты, часть из которых жизненно необходимые. Но даже они вполне могут попасть в список запрещенных. Крутитесь как хотите. Например, в июне полиция возбудила уголовное дело в отношении жительницы Москвы, матери 6-летнего сына, больного ДЦП и эпилепсии. Она пыталась продать в интернете препарат Диазепам, оставшийся после лечения сына. А так как препарат был не зарегистрирован, ей грозило до 8 лет лишения свободы. Меня за державу обидно. Конечно, в России люди добрые, всегда готовы поднапрячься и помочь нуждающимся. Да только напрягаться год от год становится все сложнее. А в следующем году придется напрягаться минимум на 20 миллиардов больше. Потому как расходы на здравоохранение в следующем году планируют уменьшить. До скорых встреч. В Уфе совершил экстренную посадку Ту-204. У самолетов, выполнявшего рейс Уфа-Сочи, загорелся двигатель. Сообщение об аварии поступило 22 августа ранним утром. На борту находилось 202 пассажира. Воздушное судно благополучно приземлилось. Погибших и пострадавших нет. Позже пассажирам был предоставлен запасной лайнер, на котором они улетели в Сочи. Однако некоторые отказались от дальнейшего перелета. Аварийный самолет уже осмотрели эксперты. Они исключили попадание инородного тела и, скорее всего, дело в топливной системе или в самом двигателе. Футболисты Уфы готовятся сыграть свой первый матч в плей-офф Лиги Европы против Рейнджерс. Проблемы, которые возникли у футболистов с визами, решены. Спортсмены уже вылетели в Глазго и начали подготовку к предстоящему матчу. Игра начнется 23 августа в 23.45. Для подопечных Сергея Томарова это будет третий квалификационный этап Лиги Европы. До этого они не без труда прошли славянский Домжале и люксембургский прогресс Низеркорн. Ночью 21 августа в Уфе на пересечении улиц Менделеева и 50 лет СССР произошла трагедия. В ДТП погиб 24-летний уфимец. Момент аварии попал в обзор камеры Уфанет. Видно, как на перекрестке останавливается эвакуатор, а спустя несколько мгновений на полном ходу в него влетает отечественная легковушка под управлением молодого уфимца. В результате аварии он скончался на месте. На кадрах с камеры видеонаблюдения не видно, что послужило причиной аварии. Возможно, это была невнимательность водителя 15-й модели или неисправность автомобиля. Выяснить это предстоит компетентным органам. Известно лишь, что погибший не имел водительского удостоверения. Субтитры создавал DimaTorzok